Лето Лето Стационарные мангалы есть, в которых надо использовать Вдали от леса, вдали от сухой травы, желательно на чем-то А на каком расстоянии? Есть какие-то нормы? Чем дальше, тем лучше, я думаю Вблизи воды, вблизи дома, наверное Где нельзя устанавливать мангалы? Нельзя устанавливать мангалы в подъездах В торфяннике в любом случае нет Ну, честно говоря, не знаю, во всяком случае в отрезвом виде надо быть как минимум Вблизи заправочных станций, ну и так тому подобное Где оборудованные места стоят такие вот как там Если нет особых таких разрешенных мест, если нет каких-то запрещающих знаков, ограничений То мангал в принципе можно поставить так, чтобы можно в крайнем случае ближе к воде Знаете ли вы какие-то правила вообще? Кто-нибудь знает? Конечно Знает, да? Ну, наверное, чтобы была под рукой бутылка воды, наверное, либо песок, чтобы можно было потушить Ну, наверное, с собой брать лучше угли, чем разжигать тут огромное кострище, которое может разлететься И не сжечь сухую траву, наверное, которая тоже может распространить огонь Например, если сухая трава, можно потянуть за шланг, опрокинуться в угли, распламенять траву ту самую Допустим, ты захотел возле дома своего пожарить шашлык Это возможно? Если аккуратно, то можно, я считаю Естественно, нельзя приготовить шашлык Ну, потому что это расположен, то метр пять-сто От воды? Нет И от веса нету Метр двадцать Метра пять Три Три пять Четыре метра считается безопасным расстоянием Не ближе пяти метров, по-моему, насколько я помню, да? Какой высоты должны быть ножки у мангала? Угу У тебя так восемьдесят и... А вот не знаю, честно Честно? У меня шантиметр... Никогда не задавались эти вопросы Ну, примерно... тридцать с пятьдесят... ну, тридцать сантиметров Что делать после вот приготовления шашлыков? Затушить, конечно Давай, как? Ну, вода останется в любом случае Вода останется в любом случае Сок Залить водой Закопать землей Ээээ... так Залить водой Заливаем Заливаться, чтобы они, ну, перестали дымиться и вообще... ну, то есть вообще никакой реакции от них не было Тушение мокром полотенцем У нас есть вода Вода, будь здоров, у нас там пять литров есть, литров... то есть зальем в любом случае Любой жидкостью можно тушить или нет? Которая не воспламеняется Алкогольными можно? Алкогольными нет Почему? Гореть Аааа... да, оно разгорается очень хорошо Разгорится Одежду можно снять, потушить Намочить ее Притоптать одежду? Вот эти? Да Таким способом? Традиционным Традиционным? Юрчик, ты что, не понял? Понял Это вообще для мужиков Традиционным? Ахахахахаха Способы... Пацанов много, поэтому он всегда хорошо тушен Да? Кстати, огнетушителям вы не предложили потушить? А у нас в машине остался на стоянке Ну то есть он в принципе... Золотой песок, вода и все Какие еще? Я не знаю, Антон, знаешь какие еще? Я не знаю какие еще Самые логические, наверное, варианты предложил До полного прекращения тления? Полного прекращения Потом? Куда деть эти угли? Уголь Вы на землю После этого мешаем Опять же заливаем воду Где уже есть уголь Туда я насыщил В урну Выкидываем как? Ну конечно Правильно Убедившись, естественно, что они полностью Хорошо Вы как считаете, вот этот костер Он безопасный для леса или нет все-таки? Ну в данной ситуации безопасно Потому что я здесь нахожусь Это опасно Старому, старинному методу раздуем А сапог это ваш, да? Не-не-не-не А, вот он пепел вот посыпался, да? Да-да-да Ага Как вы считаете в этом случае? Мы пожаробезопасно поступаем? В данном случае я даже не могу ответить, как мы поступаем По какому номеру нужно звонить? 112 или 113? Был 03, но сейчас 113 кричит 112 Ну и если что-то случится, мы позвоним по номеру 112 или 113? В смысле 112? Что ж, мы убедились, что наши граждане знают правила пожарной безопасности и стараются их соблюдать Соблюдайте их и вы, и ваш отдых будет безопасным Субтитрыши Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»